Сегодня начался Великий пост, он продлится 40 дней, это наиболее строгий и продолжительный из четырех многодневных постов в Православной Церкви. По данным опросу аналитического центра Юрия Левады, по всей строгости его планируют соблюдать лишь 2% россиян. И 18% сообщили, что поститься будут частично. Наш опрос на улице в какой-то степени подтвердил данные статистики прошлого года. Из 20 опрошенных большинство не будут менять свой образ жизни. Чуть меньше половины готовы придерживаться поста, но из-за проблем со здоровьем не могут ограничивать себя в питании. И лишь 2 человека из 20 опрошенных ответили, что уже начали держать пост. В этом году начала первый раз соблюдая пост. Дошла до этого, решила, что надо. Нет, я не верующий, хоть и крещенок. К сожалению, я не придерживаюсь поста по состоянию здоровья. От других многодневных постов Великий пост отличается большей строгостью. В некоторые дни постящимся вообще не благословляется принимать пищу, в другие они должны не только воздерживаться от мясной и сыромолочной пищи, но и от еды, приготовленной на масле. Но особенность как этого, так и других постов заключается не только в том, что кушать можно, а что нельзя. Великий пост и любой другой пост ни в коем случае нельзя воспринимать только как пищевое ограничение. Но, конечно же, если человек считает себя православным, он обязан поститься и Великий пост, ну, насколько позволяет его здоровье. Вот, и не только поститься пищевыми ограничениями, но это и особое время молитвы, и особое время покаяния. Для очень многих людей сегодня пост – это повод начать диету, не более. Похудеть, если хотите, перед летом и пляжным сезоном. И весь его смысл для, так скажем, псевдоверующих заключается лишь в одном – воздержании от пищи и сброса лишних килограммов. Многие часто рассуждают так, что пост – это своего рода диета. И можно даже слышать такие вещи, когда человек говорит такие непонятные слова «я сажусь на пост». Для ограничивающих себя в еде Великий пост многие заведения общественного питания подготовили специальное меню. Покушать можно сытно и вкусно, не нарушая каких-либо запретов. Я никогда не придерживался поста, и в моем понимании постная пища скучна и однообразна. Например, вареный картофель, например, с овощами. Однако в одном из кафе мне предложили постное меню. Суп с клетками, салат витаминный, вареники с грибами и картофелем и грибы-гриль. Все довольно вкусно. Сегодня началась особо строгая, страстная неделя. Не менее сложный период Великого поста для православных – его последняя неделя. Ее еще называют «чистая». Каждый из семи дней имеет свою особенность и важность. В эти дни печали и скорби по Спасителю в церквях не проводятся таинства крещения и венчания. Не празднуются Дни Святых. Александр Жарков, Дмитрий Григорьев, Орин ТВ.